Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Благодаря смелым и слаженным действиям сотрудников Росгвардии было предотвращено преступление. В момент совершенно данного преступления В поселке Горки-Ленинске неравнодушные люди помогают бездомным животным, оказавшимся на улице. Сбирали котят, выброшенных на помойку, около магазинов, туда, где люди привозили, в коробках, в мешках, просто выкидывали. Во дворце спорта «Видное» состоялся шестой открытый турнир по художественной гимнастике. Многие гимнастки выбирают, тренеры, судьи выбирают именно наш турнир и приезжают к нам в город «Видное» выступать. Благодаря смелым и слаженным действиям сотрудников Росгвардии было предотвращено преступление. Инцидент произошел в ЖК «Римский квартал», расположенном в поселке Развилка. О подробностях произошедшего узнал наш корреспондент Максим Козлов. В шалоне красоты, открытом ЖК «Римский квартал», гостям всегда рады. Но в тот день, 11 февраля, здесь появился неадекватный посетитель. В 11 часов дня от дежурного МВД к нам поступила информация о том, что по адресу «Римский проезд», дом 3, неизвестный гражданин угрожает ножом и топором хозяйке салона красоты. Усугублялась ситуация тем, что в салоне не было тревожной кнопки. Известили правоохранители по телефону, а значит времени на задержание преступника оставалось меньше. В момент совершенного данного преступления, высшимуказанный магазин не находился под охраной сигнализацией, неизвестной охраной. Поэтому сигнал поставил через дежурную часть УМВД. В свою очередь, хозяйка магазина, салона красоты, извиняюсь, после произошедшего, решила установить систему охранной сигнализации, кнопку экстремного вызова на ряду полиции. Но вернемся к инциденту. К счастью, женщине удалось вырваться из помещения и на помощь к ней подоспели бойцы Росгвардии. По прибытию мы увидели, что неизвестный гражданин бежит за женщиной, держа в руках в одной руке топор, в другой нож, скотчем заклеенный к руке. Незамедлительно мы его задержали, применив боевые приемы борьбы и надели на него наручники. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 119 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сотрудники Росгвардии призывают предпринимателей не пренебрегать установкой тревожной кнопки. По статистике за 2021 год нарядами вне снохраны Ленинского городского округа предотвращено именно по выездам сигнал тревога по кроку экстренного выезда ряда полиции порядка 31 преступления. Возбуждены уголовные дела. 27 марта будет отмечаться день войск Национальной гвардии России. В преддверии праздника мы желаем всем сотрудникам счастья, профессиональных успехов и мирного неба над головой. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому городскому округу задержали мужчину, пытавшегося похитить деньги у оперативника путем мошенничества. Подозреваемым оказался 28-летний уроженец Северокавказского федерального округа, проживающий в городе Раменское Московской области. Мошенники действовали по стандартной схеме. На служебный телефон оперативного сотрудника позвонил мужчина, который представился его сыном и сообщил, что, переходя дорогу в неположенном месте, спровоцировал ДТП. В котором серьезно пострадала девушка-водитель. Затем он передал трубку своему сообщнику, якобы следователю, который предложил за 900 тысяч рублей не возбуждать уголовное дело. С целью пресечения преступной деятельности указанных лиц в сфере мошеннического направления было принято решение продолжить диалог и выслушать до конца мошенников. Оперативник сообщил, что у него имеется всего 295 тысяч рублей. Тогда аферист попросил передать хотя бы часть суммы вместе с написанными под диктовку заявлениями. Встреча с якобы помощником следователя состоялась в подъезде одного из домов на проспекте Ленинского комсомола города Видное, где подозреваемый и был задержан. Следователем следственного управления ОМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание всех соучастников противоправного деяния. Ну а стражи порядка в таких случаях рекомендуют сразу прекращать разговор и связываться с родственниками, от лица которых пытаются действовать мошенники, а также обращаться в службу 112. 1 марта отмечается Всемирный день кошек. Праздник не случайно стал международным. Эти четвероногие друзья наиболее любимы большинством жителей планеты. А в поселке Горки-Ленинские неравнодушные люди помогают всем бездомным животным, оказавшимся на улице. Животные Горок-Ленинских – так называется сообщество зооволонтеров, которое существует в поселке почти два года. Сбирали котят, выброшенных на помойку, около магазинов, ну туда, где люди привозили, в коробках, в мешках просто выкидывали. Забирали их домой, мыли, обрабатывали, лечили, если кого-то нужно, пристраивали в добрые руки. Сначала мы все ходили поодиночке, кормили животных, потом параллельно, пока кормили кого-то, знакомились с другими людьми, кто тоже неравнодушен. Мы уже год, как сказать, вместе уже помогаем и друг другу, и информационно. Как рассказывает Татьяна Шелкова, они знают все привычки и повадки своих подопечных. У многих есть даже клички, которые отражают свойства их характера. К сожалению, у многих кошек такая участь-то незавидная. К сожалению, здесь долгожителей нет. Может быть, кошка, которая дольше всех жила лет, может быть, 7 или 8, на моей памяти, это дольше всех. Звали мы ее Матрешей. И вообще Матрена Ивановна, потому что она была рыжая, очень деловая, очень умная кошка. Поэтому, мне кажется, она прожила так много лет. Более 20 неравнодушных жителей Горок-Ленинских, объединившись, спасают бездомных животных. Не только кошек, но и собак. Кормят, лечат, стерилизуют, находят им дом и добрых хозяев. Собрались, сделали группу и по возможности пытаемся помогать животным. Кого-то пристраиваем, лечим, собираем денежки, помогаем, кормим. У нас даже есть специальные очереди, кто будет кормить, кто будет заниматься передержкой. У нас как бы очень все дружно собираются. Но люди у нас очень отзывчивы в нашем поселке. Стоит отметить, что у спасателей четвероногих дома есть и свои питомцы. У Жанны Карасевой живут два кота и собака. И дома кошки и собаки все подобраны с улицы. Ну и, соответственно, привлекаем, ну вот я лично привлекаю еще своих детей, потому что, ну, таким образом пытаюсь, чтобы они тоже к этой проблеме, ну, на нее обратили внимание. Все участники сообщества состоят в специальном чате, где обсуждают проблемы и вопросы. Там выкидываются все посты, кто что где увидел, услышал, обсуждается помощь, собирается финансы, покормить, кто сегодня может, предположим. Как отмечают зооволонтеры, самое приятное для них – это наблюдать, как четвероногие друзья радуются принесенным гостинцам и теплому общению. В такие моменты все счастливы по-настоящему. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На крыльях успеха – так называется открытый турнир по художественной гимнастике, прошедший в минувшие выходные во Дворце спорта «Видное». Об одном из самых изящных видов спорта в нашем сюжете. Во Дворце спорта «Видное» состоялся шестой открытый турнир по художественной гимнастике. Организаторами соревнований выступила торгово-промышленная палата Ленинского городского округа и спортивный клуб «Ступени». Среди турниров действительно очень высокая конкуренция. В Москве, для примера, проводится приблизительно 6-7 турниров каждый выходной. Действительно, это большая честь, что очень многие гимнастки выбирают, тренеры, судьи выбирают именно наш турнир и приезжают к нам в город «Видное» выступать. Турнир собрал около 300 участниц не только со всей Московской области, но и из других городов России. Девочки выступали в нескольких возрастных группах и должны были выполнить набор упражнений и специальных элементов программы. Также есть категории, чтобы как можно больше участниц смогли подняться на пьедестал и занять свое почетное место. Самое большое количество гимнасток представляло видновский клуб. Здесь занимаются девочки с самого раннего возраста. Профессиональная команда тренеров готовила их к соревнованиям, которые для многих стали первыми в жизни. С сегодняшним соревнованиям я сначала разминалась, а потом уже учила свой танец. Я готовилась очень хорошо. Хотела, чтобы я становилась все лучше и лучше, чтобы у меня все результаты становились на каждый день все лучше. Родители Лизы – танцоры. Они хотели отдать свою дочь в танцы или спорт. Выбор пал на художественную гимнастику. Очень нравится, очень переживаем. Меня уже все трясет. Это наши пятые соревнования. Результаты разные. Но мы второй год всего лишь ходим. В общем, продвижение, конечно, есть, прогресс есть. Выступление на таких больших турнирах – серьезная нагрузка для ребенка. Но со всеми рядом были их близкие и поддерживали маленьких спортсменок. Анна Розанова настраивала на успех свою младшую сестру. Я в детстве занималась гимнастикой. Пришла в 11 лет туда. Это было уже поздно для этого вида спорта. И мы, не задумываясь, решили отдать сестру в художественную гимнастику, чему очень рады, потому что ребенок счастлив. Пошло развитие. Гимнастик оценивала судейская коллегия из 12 человек. Внимание обращали на артистизм, технику исполнения и другие аспекты. Победительницы и призеры турнира были награждены медалями и памятными призами. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.